В этом году впервые за много лет команда Анапы по плаванию заняла третье место в краевом чемпионате. Результаты шли поэтапно. За четыре года с седьмого места поднялись до третьего и останавливаться на этом не собираются. Определенный талант, упорство видно сразу. Ну и, конечно, правильная мотивация. Любому, неважно, 6 лет ребенок ставится мотивацией. Чего ты хочешь, кем ты хочешь стать, чего ты хочешь добиться. Ну и когда в глазах появляется определенный огонь, появляется цель, задача, тогда и, соответственно, получается направленная работа. Случайных людей в команде нет. Юлия Кизлер мечтает стать как минимум чемпионкой Европы. Кто бы мог подумать, что в детстве она боялась воды. В возрасте четырех лет тренер Валентина Семеновна встретила меня на пляже. Я очень боялась воды и она взяла меня в обучающую группу для малышей. С тех пор плавание – это моя жизнь. Как воспитать звезду, нужно спросить у родителей Екатерины Корниенко. В прошлом году она в свои 14 лет закончила школу экстерном и поступила в Кубанский государственный университет. Закончила художественную школу. Всех ее талантов не перечесть, но главное – упорство в достижении цели. Когда я еще вообще не думала, что я могу что-то занимать в крае, думала, что я в Анапе только чуть-чуть, где-то могу зацепить за призовые места. Потом выезжаю на краевые сливнования, а там год был на два года старше меня. И я занимаю, по-моему, третье место на стовольном стиле. Я тогда, помню, была тогда так счастлива. Тренер возлагает на Катю большие надежды. В отделе она не то что рыба, подводная торпеда – самая быстрая. Это чувство, которое невозможно описать. Это, как сказать, другая вселенная. Ты не можешь там дышать, ты там, не знаю, мыслишь по-другому. Вот ты стоишь на старте, нырнул в воду, и сейчас сознание, что вот все, ты нырнул, и это уже, как сказать, происходит. Тебе нужно доработать эту дистанцию. Александр Сидоров стремится улучшить свой результат и стать мастером спорта. А Владислав Ткаченко свое будущее видит в экономической сфере. В этом году команда «Анапчан» пополнилась сильным спортсменом. Евгений Исаков входит в десятку лучших пловцов страны и теперь живет на курорте и выступает за наш город. К удачу не верит. Максимум на дистанциях, такие как 50 метров, да, там может быть удача. А дальше уже просто кто больше натренировался, тот быстрее поплывет. Зато верит в физические нагрузки, опыт тренера и собственные силы. Пожелаем нашей команде удачи на чемпионате и будем ждать с очередными победами.